Либо-либо. Тише сам попросил себе сделать побольше занятий английским и реально занимается. И это меня очень утешает. Утишает. Утишает. Ну типа тише, понял? Возможно, мы его отдадим на каламбурно-архивный факультет, там будет Вован преподавать. Каламбурно-мемный. Там будет два преподавателя, я и Вован. Привет, это Александр Борзенко, подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даём никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю, в этом подкасте зовут Петя, ему 16, Тише 14, Амане 12 лет. Всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 5,5 лет. Привет, меня зовут Юр Сопрыкин, моему сыну Лёве 5 лет и 8 месяцев. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Спервороди», чтобы не пропускать самые важные новости из жизни нашего подкаста. Партнёр этого и следующих эпизодов – образовательная платформа «Нитологи», которая уже много лет обучается современным востребованным профессиям и вдохновляет людей на перемены. В середине эпизода вы услышите рубрику, которая называется «С чистого листа», который мы придумали вместе с «Нитологией». А ссылки на «Нитологию», промокод и подробности вы найдёте в описании этого эпизода. Я тут уже в прошлом выпуске жаловался на Тишину школу, а тут Тиша записал даже свой урок на аудио. Я не буду его ставить, не считаю, что это этично, но для меня важно было послушать, что там происходит, и, честно говоря, это было последней каплей. В общем, там речь шла о том, что, конечно, никакие деньги не поступают в Украину от Запада, потому что тогда бы никто из украинцев не погибал бы на войне. И всё это очень сильно напоминает разговоры о важном. И при этом всём обучение, мягко говоря, выходит неэффективным. Не может быть такого, что ты учишься в школе, тебе учитель на регулярной основе говорит какие-то безумные абсолютно вещи, которые тебя очень сильно смущают, а при этом эффективно чему-то учит. Если он тебя учит чему-то суперприкладному, то, наверное, можно сжать зубы и просто учиться. Но точно невозможно нормально учить историю, да и математику, мне тоже кажется. В общем, я очень сильно как-то огорчился, разозлился, позвонил в школу и сказал, что мы уходим. Я рассказал про это маме, и она говорит, как в частной школе такое возможно? Как же так? Ну, типа, есть некое, значит, ощущение, что обычно такое происходит в каких-то государственных школах. А здесь за твои денежки тебе еще и проводят уроки о важном. Как так вышло? Как так вышло, я, честно говоря, не знаю, но я поймал себя на том, что я точно знаю, что я это никак не исправлю, что я никак не улучшу ситуацию, и поэтому я выбрал путь наименьшего соприкосновения. Воина. Нет, наоборот, путь тряпки. Путь тряпки! Златан Ибрагимович давал эту интервью, и там было про его барселонский период, и он говорит, и я сказал Гвардиоле, если тебе не нравится мой нос, так и скажи мне, я решу эту проблему, и я уйду. Понял? Да, у нас ровно такая ситуация. Так что, Барзен, это не путь тряпки. Спасибо. Путь льва! Мне в какой-то момент хотелось сказать им, чуваки, вы говорите какую-то чушь на уроках и так далее. Потом я понял, что я не вижу в этом, честно говоря, большого смысла, потому что это очень маленькая школа, которая строится на очень небольшом количестве людей, и если эти люди такие, то никак их ты не исправишь в этом возрасте. Конечно, детей жалко, но, с другой стороны, у них есть родители, и эти родители могут принимать решения. И, честно говоря, учитывая наполненность там классов, я думаю, что эта школа непопулярна не просто так. То есть ей не ставят классы? Да, ей не ставят классы. В общем, теперь мы будем приходить в другую школу, про это я буду рассказывать дальше. Как ресерч школ проводится вообще? Как ты выбираешь школу? Так на будущее, потому что Лёве через полгода как бы в школу идти? В основном ты просто собираешь отзывы по знакомым, у которых дети там учились, и выделяешь те критерии, которые для тебя важны. Для нас, например, важно, как там относятся к детям. У меня сейчас, на самом деле, простой критерий. Если там не так, как в этой школе, то это уже неплохо. То есть если там не начинают говорить с детьми на абсолютно странные внеучебные темы в каком-то безумном конспирологическом ключе про инопланетян, которые строят пирамиды и так далее, то это уже неплохо. И ещё для меня, на самом деле, важно, чтобы в этой школе можно было достаточно нормально подготовиться к экзаменам, которые тише ждут уже довольно скоро. Ну да, мне кажется, что тут в основном отзывы. В основном отзывы. Мне кажется, ещё и на самом деле вариантов не так много, типа особенно в середине года там типа всё это разруливать. Ну да, это точно. И главное, что, к сожалению, какие-то школы сами по себе отсечены, и мы даже туда не идём. Например, если это школа, где совсем-совсем-совсем никто не говорит по-русски, то для Атиши это сейчас не вариант. Ну вот Маня учится в латышской школе, но если что, она может там по-русски спросить или что-то сказать, и ей помогут. Есть школы, которые для нас, например, дороги, откровенно. И это тоже критерий. То есть если это частная школа, то важно, чтобы она была не очень дорогая. Ну, в общем, как-то так. Вован прав, да, к сожалению. В целом не то чтобы очень большой выбор. А насколько ты далеко планируешь будущее? Куда ты смотришь? В какую точку, когда ты задумываешься о будущем детей? Типа вот тебе вопрос именно следующего года беспокоит? Вот экзамен надо задать. Слушай, это на самом деле хороший вопрос, потому что мне кажется, что это зависит сильно от моего состояния. Если я в нормальном состоянии, то я планирую вот про будущий год, про какие-то конкретные вещи, там про экзамен, например, я понимаю какие-то конкретные проблемы и стараюсь их решать. Или не стараюсь их решать, но я как-то так вижу. А чем хуже какое-то мое состояние, чем больше тревоги у меня вызывают все эти штуки, тем более размытый у меня в голове образ будущего. То есть я думаю о том, что дети вообще будут делать в жизни, как они смогут выжить, где они будут жить, смогут ли они интегрироваться в общество. А может быть, я уже как бы провалил все, и все будет очень плохо. Но интересно, что когда в какое-то такое состояние впадает Шура, так как мы стараемся сходить с ума по очереди, то я начинаю говорить как раз, слушай, нам нужно типа степ-бейс-степ. Да. То есть бессмысленно. Пока у монитора не ослеп. Извините. Пока у монитора не Ростех. Блин, откуда эта строчка? Это какая-то группа Ленинград. Блин, вы что? Группа Ленинград, мне кажется. Вы не поняли шутку, что ли? Только что, господи, позор вам. Вы не знакомы с контекстом, друзья. Это строчка из песни «Менеджер», которую ты произнес. Ну, да. Только что вчера Шнур выпустил песню «Ростех». Что? Потому что якобы Тина Кандалаки ему сказала, что для того, чтобы вернуть новогодние корпоративы, как написали в Телеграме, нужно исполнить песню в честь Чемизова. И вот он написал песню «Ростех» про то, какая великая сила русского оружия. Блин, я сейчас блеванул. Я тоже. Спасибо. Давай вернемся к депрессии, школе и будущему. Короче, ну вот, я говорю Шуре, что не надо представлять так будущее. А Шурека представляет его? Да мы оба так представляем. Я говорю, что просто есть твое реальное представление о будущем, а есть тревожность. Ну вот у нас так, что если ты думаешь про конкретный экзамен, про конкретную школу, конкретные шаги и так далее, то это, в общем, нормально. И даже если там есть какие-то сложности, эти сложности можно решать так или иначе. А если ты просто лежишь и думаешь, всё, я плохой родитель, у моих детей нет будущего, потому что они в эмиграции, и здесь они никогда не смогут устроиться, ну и начинаешь рисовать какие-то страшные картины, то это немножечко нерационально просто, да, и ты ничего не можешь с этим сделать. Вот я понял, я себя стало, ну как бы давно уже поймал на мысли, что так или иначе всё равно во мне очень глубоко сидит вот это представление о нормальном пути школа, университет, работа. При том, что в моей жизни, начиная с очень нежного возраста, даже школы особо не было. То есть, ну как бы она была формально, но не то, что я очень упорно в ней учился, университета практически... Ну ты фехтовал. Практически не было, да. Но у меня были какие-то интересы при этом. Потом я нашёл какое-то дело, стал его делать, стал как-то развиваться и прогрессировать, и вполне вписался в социум. И поэтому очень странно, что при этом я исхожу из того, что должен быть какой-то путь такой традиционный. Но при этом, как бы, понимаете, если я начинаю себе представлять какие-то альтернативы, то мне кажется, ну нельзя просто типа забить. Пусть будет как будет, наверняка как-нибудь да выплывет. Мне кажется, что тот факт, что есть какая-то планка, это может быть и неплохо. Мне кажется, что значение школы как института в нынешнее время слишком преувеличено. Вот это просто такое ощущение, что приехал пастор. Да. Нет, в смысле, я просто думаю, что, возможно, ценнее даже в нынешней ситуации найти не школу, а найти какое-то крутое увлечение. Потому что я, честно говоря, не знаю, что важнее. Вот Лёва сейчас типа ходит там в детский сад, ну мы сейчас в Грузии, он тут временно походит в детский сад, потом он из него уйдёт, и он ходит одновременно на скалолазание. И мне кажется, что скалолазание для него какой-то, знаешь, типа более осмысленный мир, ну в смысле, он как-то нацелено ходит туда, ему это нравится. То есть, как я не знаю, типа я ходил там в пятом классе, я ходил в школу на футбол, и футбол мне казался намного важнее, чем школа, потому что для меня это было, мне это больше желание вызывало, я больше в это вкладывался эмоционально и так далее. И как бы даже сейчас, если я спрошу там, что важнее, школа в пятом классе или футбол, я скажу, что для меня был важнее футбол, потому что он меня как-то развивал больше, чем уроки. Ну, короче, мне кажется, что особенно сейчас, когда ты, типа, многим непонятно, недавно, знаешь, что я попросил привезти мою маму прописи для Лёвы. Я такой думаю, ну, типа, будет сидеть временами там писать. И он берёт эти прописи, начинает выводить, и у меня просто... Я такой, что за хрень вообще? Вот. Я, типа, смотрю на это, такой думаю, нахрена я это попросил? Вот. Типа, я не сижу и не понимаю. Вот он сидит, выводит их, просто какие-то страдания реально. Просто пытка. Понятно, что это ему не пригодится примерно никогда. Вот. Ну, в смысле, что он пишет сейчас прописью, и это ему будет не нужно. В целом, школа, типа, она всё равно строится на каком-то авторитете, ты там должен получать оценки, там стремиться к знаниям и так далее. Но сама ценность знания, по-моему, теряется просто с какой-то бешеной скоростью, с появлением там, простите, что искусственный интеллект и прочее. Кажется, что это непонятно. Какой смысл это будет иметь, типа, через пару лет? Мне кажется, эта дискуссия есть всегда. Это дискуссия классическая любого подростка, который не особо, там, отличник или отличница. Есть дети, которые, типа, делают, потому что надо, и это не всегда клёво. И не то, что отличники становятся супер потом всегда успешны или самыми хорошими работниками. Но если ребёнок не такой, то он часто к тебе подходит и говорит, слушай, а зачем мне учить химию? Она мне никогда в жизни не понадобится. Вот у нас тише был такой разговор про математику, например. С одной стороны, я понимаю, что, ну, в каком-то смысле может быть и так, но мне хочется верить, что такие вещи, как математика, они всё-таки там прокачивают мозг. Ну, вот ты говоришь про искусственный интеллект, да, но то же самое можно было сказать про интернет. Я очень много, например, профессионально связан с ресёчем, и я знаю, что для того, чтобы эффективно искать что-то в интернете, нужно много чего знать. И тут то же самое с искусственным интеллектом. Ну, одно дело, если ты там, не знаю, кодишь с помощью чатч-репети, а с другой стороны, если ты просишь себе там домашку сделать. Или пользуешься как Google Translate, знаешь, многие пользуются. Я чуть-чуть просто не говорил. Я хотел сказать, что это типа, ну, круто, когда процесс познания запускается даже вне школы. Типа я просто про то, что школа – это просто теперь один из институтов, где, возможно, ты можешь там как-то… Кто-то, может, в тебе любопытство говорить, что для нас любопытство важно. Я абсолютно согласен. Типа я не говорю, что чат-репети там, типа, всё сейчас заменишь, школа не нужна, потому что, безусловно, что пользоваться чатом-репети, нужно, блин, иметь голову и как-то мыслить, типа, блин, уметь вопрос задать. Да, я согласен. Но просто секрет в том, что когда ребёнок там типа 5-6 лет, ты берёшь его, отводишь на скалолазание, и его легко не всегда, безусловно, не всегда, но часто так бывает, что его легко увлечь чем-то новым, уговорить его попробовать и так далее. А когда детям там 12-14 или 16 лет, то ты не можешь их взять на ручки и отвезти куда-то. Я пробовал. Да, понимаю. Вот. И, к сожалению, не получается. Ну, как бы моя теория в том, что мои все увлечения, они рождались через моих друзей. То есть мы с Яшковским, например, увидели, что вот в школе появилось вот это историческое фестивание, о котором я рассказывал недавно. И мы туда вместе пошли. И там ещё были кучи людей, там, с которыми я как бы тучил, и мы вместе занимались. То же самое я ходил в литературный кружок в детстве. А у Тиши, как бы, и у Мани здесь нету какого-то окружения, которое их бы чем-то таким увлекло. И поэтому всё исходит от родителей. Типа, я нашёл тебе фото-гружок, вот иди туда. Не всем хочется идти. У него, знаешь, что интересно? Смотри, ты пошёл, так скажем, не по ровной дорожке, в смысле не по той, которую ты себе представляешь в голове школы, университет, там, работа по специальности, но при этом твои родители, например, представляли для тебя вот именно такую дорогу, насколько я понимаю, или нет? Или как ты думаешь, насколько твои родители заглядывали далеко? Вот мы сейчас обсуждаем, что мы не можем далеко заглядывать в будущее. Могли ли, например, твои родители далеко заглядывать в будущее, как ты считаешь? Я думаю, что, безусловно, родители иногда заглядывали далеко, а иногда пытались решать ситуативные какие-то штуки, как и я сейчас. Но я точно знаю, что у нас даже был когда-то давным-давным давно про этот выпуск, где я говорил про это с своим папой, что когда в детстве у меня были сложности с математикой, и папа заставлял меня заниматься летом, и это все было супер мучительно, и я понимаю, что вряд ли мне можно сказать, что сейчас это понадобилось. Сейчас это вылилось скорее в то, что у меня просто есть довольно тяжелые воспоминания о лете. Ну, не то, что я там не хочу очень драматизировать, но это было тяжело, честно говоря. А почему? А потому что папа переживал, что я, если не буду знать математику, то я не поступлю в институт, а если я не поступлю в институт, это как бы папа как раз не очень тревожило, то папа тревожил, что я пойду в армию. Да, это мы помним. Потому что я рос на фоне чеченских войн, и все это было очень травматично. Моя мама мне сказала, что мы тут ехали с ней, что-то обсуждали, и она сказала, что она не могла представить себе, что я не закончу университет. Ну и да, мои родители тоже. Я, собственно говоря, первый человек в семье, который не закончил университет. А, вы же не закончили университет. Зато какие получились, красавцы. Юрец приосанился. У меня конкретно это, я уже рассказывал, что мне это помогало, потому что, в смысле, если это классный университет, единственная причина поступать в крутой университет, это то, что вокруг тебя, ну, будут люди, которые круче тебя, и ты такой с ними тусишь, и понимаешь, что есть к чему стремиться, как бы, и как-то тебя это подстегивает. Ну, понятно, что там есть еще преподаватели и так далее, но, мне кажется, очень важно, как бы, с кем ты по одним коридорам ходишь, в одной аудитории сидишь, и дружишь, и выпиваешь, и так далее. Сейчас у нас будет наша партнерская рубрика с нитологией, которая называется «С чистого листа», и сегодня Александр Борзенко рассказывает... Как песня Дмитрия Маликова. «И с чистого листа опять начнешь сначала». Как песня Александра Борзенко про то, как он научился готовить, и это стало началом его большого пути во взрослую жизнь. Слушаем. На связи Александр Борзенко. В общем, история такая. В детстве я ничего не готовил. Вот если сравнить меня с моими детьми, то я вообще практически ничего не умел, потому что Петя готовит всякие суперпасты, утиш фирменное блюдо. Он готовит очень вкусный такой соус и шампиньонов. Ну, грибы, в общем, любит делать. А Маня специалистка по гондитерскому делу. Она делает всякие... Можно сказать, что все вместе, а не повар-универсал. Маня делает панкейки, Маня делает торты, Маня делает пирожные, вообще все, что угодно. А я ничего не умел в детстве. Вот вообще. Я практически ничего не готовил. Каждый раз у меня была проблема сварить яйцо. Я не понимал, по какому принципу вообще нужно готовить, чтобы оно получилось таким, каким я его хочу видеть. А каким ты хочешь видеть яйцо? Ну, вообще моё любимое яйцо – это Пашок. Но тогда я ещё не знал ни этого слова. Мне кажется, что в детстве я больше всего любил крутое яйцо. А потом у меня наступил период, когда я любил мешочек. У нас в семье расхождение по этому вопросу. Потому что Вера любит мешочек, а я люблю крутые яйца. Ну вот, а потом, когда мы с Шурой поженились, у неё были дети, Ник и Аня. Я был совсем молодой. Всё это было довольно сложно. И я не всегда совершенно понимал, как себя вести. В частности, мне кажется, не совсем адекватно иногда вёлся с детьми. Ну, неудивительно, в 18 лет, или сколько там тебе было? Типа готовил Пашок, а не в скрутую? Да нет, ну, в целом как-то... Типа, что за дети? Я не понимал, например, как участвовать просто в какой-то жизни. Конечно, большинство штук получалось как-то естественно и более-менее нормально. Но мне кажется, у детей всё равно, несмотря на то, что у нас были очень хорошие отношения, и мы прекрасно вместе там тусили, играли, и для меня на самом деле дети это было очень-очень важно, то всё равно были какие-то напряги, потому что дети явно, естественно, напрягались из-за перемен в жизни довольно крутых. Ну, как бы я это понимал, но я, мне кажется, был недостаточно тактичен и чувствителен. И Шура мне сказал, слушай, а ты не хочешь просто завтра с ними встать и приготовить завтрак? Я как-то рассказывал уже это в подкасте, и мы действительно приготовили какую-то яичницу. Это как бы был завтрак для Шуры. А потом постепенно я понял, что мне нужно резко учиться готовить. С яичницей ты справлялся уже в том момент, я так понимаю. Да, с яичницей я справлялся. И я стал смотреть гору просто Ютуба и всякого контента, Джейми Оливера, Гордона Рэмзи. Но на самом деле я ещё смотрел кучу роликов про технику. Например, я очень внимательно учился резать лук, например, чеснок. Шура мне подарила примерно 7-8 лет назад подарила шеф-нож по моей просьбе. И я уже чётко понимал, какой мне нужен нож. И с тех пор этот шеф-нож со мной всегда всюду путешествует. А что изменилось в твоей жизни с обретением данных навыков? Просто быстрее готовишь, увереннее. Не знаю, мне кажется, что вот если честно, очень тяжело жить, если готовит только кто-то один. И поэтому с тех пор, как я научился готовить, мне стало гораздо проще нормально выполнять роль родителей, потому что иногда детей нужно кормить. Ну и всех остальных тоже. Всё, что Саша готовил, было, правда, очень вкусно. Я последнее, что хочу сказать. В общем, я очень много чего умею готовить, но я сейчас чувствую, что я иногда смотрю всякие ролики про настоящие кулинарные школы и мечтаю, что когда-нибудь я закончу какой-нибудь курс такой, потому что мне очень хочется теперь системности. Я кучу всего умею по мелочи из разных штук сделать по рецептам и так далее, но у меня как будто не хватает своего прям чёткого понимания вещей. Но когда-нибудь я осуществлю свою мечту. Я надеюсь. Лучший. Это была наша рубрика с чистого листа. В общем, если вы тоже хотите начать жизнь с чистого листа, как Борзенко начал её, научившись готовить, то можно выбрать какую-нибудь профессию на нитологии и пройти курс. Там выбор гораздо шире, чем готовка. Там есть маркетинг, программирование, дизайн, курсы по инвестициям, ещё обучение разным творческим профессиям. Процесс обучения организован максимально просто, не банально и не скучно, потому что команда нитологии отлично умеет рассказывать даже сложные вещи простым языком. А ещё знаете, что у нас есть? У нас есть промокод. Промокод латинице сперворади. Когда вы его используете, вы получите скидку 45% на обучение в нитологии. На практически всё, кроме курсов, направлений высшее образование и саморазвитие и хобби. А ещё хотел сказать, что скидка не суммируется с другими акциями на сайте. И самое-самое главное, что воспользоваться промокодом вам нужно до 14 февраля, до Дня влюблённых, а ещё когда День рождения Шуры, а ещё когда Вован и Шмагун поженились. Все подробности и ссылка на нитологию в описании эпизода. Вообще надо сказать, что я иногда сам себя утешаю парадоксальным образом, что практика показывает, что если есть какое-то окружение, вокруг кучи вдохновляющих людей и так далее, это не значит, что путь будет прямым и простым. Да, это правда. Это правда. В смысле, это будет намного тяжелее, но это будет интереснее. Факт. Да, и наоборот. То есть если есть очень большой выбор всяких путей, это не значит, что ты выберешь лучший, и всё сложится хорошо. А может быть, наоборот, если будет всего два пути, то ты вынужденно пойдёшь по какому-то, и в итоге как-то всё сложится. По поводу будущего меня ещё успокаивает мысль о том, что можно себя легко переупаковывать сейчас, в каком смысле в этом мире, и, возможно, это будет ещё быстрее в будущем. Поэтому меня не очень тревожит. Понятно, что Лёва маленький пока и так далее, что я больше думаю сейчас, как он в школу куда-то пойдёт, чем в университет. Но горизонт его будущего для меня в плане какого-то образовательного, он очень короткий, потому что у него так быстро переключается всё сейчас. Сам нам говорит, что он хочет. Типа, я хочу больше английский учить сейчас. Ну, типа он приходит такой, мне нравится это. Тиша, кстати, тоже. Это меня очень порадовало. Тиша сам попросил себе сделать побольше занятий английским и реально занимается. И это меня очень утешает. Утишает. Утишает. Ну, типа Тиша, понял. Возможно, мы его отдадим на каламбурно-архивный факультет, там будет Вован преподавать. Каламбурно-мемный. Там будет два преподавателя, я и Вован. Блин, я помню, что когда мы были в Латвии, кто-то к Тиша подошёл и сказал, Тиша, привет. А чё Тиша, типа, что потому что тихий? Вот. Это был Юрец, просто он стесняется, поэтому рассказывает. Типа, ну, я помню, один человек подошёл к Тишу. Я просто помню, что Тишин меня в этот момент бросил такой взгляд, типа, вот, не знаю, если вы смотрели сериал «Офис», там всё построено на том, что они взгляды в камеру такие бросают, типа, отражая эмоции ситуации. Вот, и он на меня так посмотрел, такую улыбку, типа, вот. Я просто не могу это забыть. Нет, на самом деле, я думаю, что вот у наших детей, ну, в смысле, у наших шуры, да, у них какие-то разные пути, точные, разные устройства. Но что меня безусловно утешает, ну, вот, в современном контексте, да, когда всё катится в тартарары, и вообще мы не знаем, в какой стране мы будем жить, и какая будет ситуация, и не будет ли совсем критической опасности, то в этих условиях меня очень утешает, что я совершенно уверен в их какой-то моральной стойкости. То есть, вот как Вован в детстве не хотел быть военным и не стал военным, и это уже очень хорошо. Да, не хотеть кем стать, это уже круто. Да, я уверен, что, ну, простите за пафос, они не станут как бы плохими людьми, и для меня это очень важно. А то, что как бы путь будет какой-то непростой, ну, я уверен, что наши способности, на самом деле, на это повлиять, они преувеличены у нас в голове. Вот. Но при этом как бы золотая середина в том, что просто забивать и говорить, а ладно, никто не знает, что там будет впереди, пусть дети растут как трава, тоже не супер, и поэтому, если ты пытаешься, например, сделать так, чтобы у ребёнка был, там, типа, аттестат за девятый класс, то это уже неплохо. Если ты этого добиваешься, как бы, так или иначе. Ну, и как бы потом уже какие-то дальше, ну, типа, чтобы вот он учил английский как-то, да, чтобы в математике какая-то была. Короче, что-то там барахтается, и ладно, получается, так? Ну, примерно, да. Потому что, вот, опять же, друзей, как бы, окружение, ты всё это как бы не найдёшь. Вован, у тебя есть чёткий план будущего? Конечно, на самом деле нет. Я вообще, я вообще... Фух, я сейчас очень сильно напрягся, когда ты сказал «конечно», потому что, блин, сейчас... Да, конечно, и там просто на 20 лет Вован каждый год проговаривает. Да нет, в смысле, я просто на самом деле понял, что сейчас он вообще минимальный, там, знаешь... Сейчас план вообще такой, например, Соня, значит, перестала ходить на танцы, и мы такие, типа, так, куда бы ещё ей пойти? То есть, вообще, план буквально заткнуть дырку прямо сейчас. Или там, она один раз не захотела идти в сад, мы такие... Каким-то хобби, да, типа? Да, мы такие, ну... Чё, нужно сад, что ли, опять менять? И Соня такая, нет, не пойду в другой сад. Мы такие, отлично, одной проблемы и меньше. Короче, планирование максимально сиюминутное, я бы сказал. Ситуативное. Да, ну, на самом деле, единственное, что меня тревожит, да, типа, это школа через год, да, вот это, мне кажется, давит. Я вообще не понимаю, как люди все эти времена переживают со школьниками. Респект всем, кто со школьниками, не знаю, там... Да, потому что их сложнее перевести, я согласен. Вот Борзенко справился с другой стороны. Сидим теперь, блин, разгребаем. Когда вы будете выбирать школы, имейте в виду, что в этом есть определённая сложность, что когда вы собираете отзывы, то люди рассказывают как бы про своих детей, которые другие. Поэтому я когда, например, каким-то знакомым жалуюсь на школу, они говорят, а вот иди в нашу, вот там замечательно, совершенно, там супер. Но я понимаю, что у них как бы и к школе какой-то другой подход, и дети по-другому относятся к школе, грубо говоря. То есть вот для Тиши, например, ну, может, это в силу возраста, может, в силу характера, но он очень сильно загоняется по тому, что учитель или учительница говорят как бы просто какие они люди, условно говоря, да, и начинает страшный какой-то скепсис его обуревать. В общем, имейте в виду, что все люди будут уверенно что-то советовать, а вы будете понимать, что чёрт, это, конечно, наверное, клёво для вашего ребёнка, но для моего это точно не подойдёт. И это очень странное чувство. На самом деле вот то, что меня иногда ещё утешает, когда, например, Вован говорит, что он не планирует далеко, меня это утешает, потому что ты постоянно начинаешь себя сравнивать с другими родителями, и тебе кажется, что у всех всё запланировано, и у всех всё идёт гладко, хорошо и ровно. И только у вас в семье какой-то ад. И всё криво. Мне кажется, что мы ещё преувеличиваем, знаете, что свою роль в будущем детей. Мне кажется, что через 15 лет тише даже думать не будет о том, что-то там ты мог сделать и не сделал и так далее. По крайней мере, я вообще... Кто думает о вас, ну, в смысле об этом, что родитель как-то предопределил моё будущее, когда мне там было 13 или 15 лет. Мне кажется, что в этот момент ты уже как бы как будто частично сам по себе, и родители уже на втором плане. Тут уже больше... То есть можно что-то сделать лет до 10, а потом уже как-то... Ты уже постепенно откалываешься, и в 18 лет совсем откалываешься, поэтому тебе надо как-то уже самому осознавать, что ты должен что-то делать. Короче, после трёх уже поздно. Спасибо, подбодрил. Вот-вот, Масару и Бука, да, мы забываем о Масару и Буке. Поэтому весь сегодняшний разговор не имеет никакого смысла. Нет, ну думали о том, что родители могли что-то сделать. Я думаю, что родители на самом деле много чего и сделали, да, то есть и не в плане какого-то конкретного образования, а в плане, не знаю, отношения ко мне, к моим талантам. И это сохранилось в голове. У меня тоже только хорошее есть. Я не могу ничего с... Типа, только хорошее останется в голове. О том, что ты прикладывал все силы, чтобы всё получилось круто. Я надеюсь, я надеюсь. В общем, сейчас думать о будущем очень-очень-очень тяжело. Просто эта мысль показывает, что, в общем, у нас тоже нет никакого плана, более-менее так, что если у вас тоже нет плана, вы особо не переживайте. Мы желаем вам... Чего мы желаем? Мы желаем вам хорошей недели. Нет, на самом деле я могу сказать, что я желаю сам себе. Я желаю сам себе ловче переключаться между этими режимами, когда ты смотришь в будущее и видишь только пропасть, переключаться на что-то реалистичное, да, на что-то можешь повлиять. Потому что я вот знаю по себе, что чем у меня хуже состояние, тем хуже я переключаюсь и вижу только пропасть. И, в общем, да, всем желаю, чтобы с этим не было трудностей. О, Борзенко, как всегда, сформулировал, как пуп. Я за 10 секунд скажу спасибо. Спасибо большое студии, либо-либо редактору Андрею Борзенко, продюсеру Кирилл Сычеву, саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову. Подписывайтесь на телеграм-канал с первого дня. Спасибо вам, дорогие слушатели. Всем пока. Пока. И до следующей недели. Такой план выпустить следующий выпуск на следующей неделе у нас есть. Пока. Пока. Давайте запишем эпизод про яйца. Яйцо — это же символ жизни. Да, ты что любишь? У нас тоже расхождение. В мешочек? Я люблю вот как Борзенко, а Олеся любит вкрутую. Может быть, поменяемся семьями? Да, да, да. Может, реально про этот эпизод запишем, простите? Чуваки. Про яйца давай, блин, наконец-то.